Музыка Гензик Герберт Иванович, выдающийся горном-селекционер, гендролог, один из создателей Омского гендрологического сада, бывший совхоз декоративной культуры, авторяда новых древесных и кустарниковых пород, тополя пирамидального, колючий-голубой еми, ивы плакучи, махровой сирени и курчавой формы и другие, ученик и последователь Великого Николая Ивановича Вавилова, один из самых верных приверженцев его генетической школы. Герберт Иванович родился 31 мая 1904 года в Саратове. Любовь к садоводству ему предалась от отца. Семья Гензи имела прекрасный сад, площадью в 2 гектара. И его поездка с отцом за саженцами к саму Мичурину запомнилась Герберу на всю жизнь. Поэтому неудивительно, что он выбрал для себя профессию агронома, окончив Саратовский хозяйственный институт. Работал агрономом-семеноводом, главным агрономом совхоза Саратовской области. Одновременно занимался наукой, будучи младшим научным сотрудником научно-исследовательского института сельского хозяйства. 8 сентября 1941 года Герберда Гензи по национальному признаку был депортирован в Сибирь. В феврале 1942 года его призвали в трудовую армию. И он был направлен на рытье котлована под эту электростанцию. Тяжелые работы с одной стороны и крайне скудное питание с другой довели большую часть трудоармейцев до крайнего истощения. Руководство лагеря НКВД решило направить часть из них в Омскую область на хозяйственные работы для выращивания зерновых культур, овощей, чтобы кормить трудоармейцев. Руководителем подсобного хозяйства назначили Герберда Гензи. Вот как он сам вспоминал об этом. Всех доходяк, которые имели хоть какое-то отношение к земле, умели пахать и сеять. И меня в том же числе отправили в Омскую область. Это были Любина и Лузина, где нам выделили землю. И мы должны были сеять, сажать картошку, выращивать овощи, словом, обеспечить трударми сельхозпродуктами. Вот так я и попал в Омск. Личное мужество Герберда Ивановича Гензи и готовность взять на себя ответственность за судьбу людей позволили спасти многих трудоармейцев от голодной смерти. Отец известного общественного деятеля Эдуарда Гензи, Герберда Ивановича, вспоминает, что он попал именно в бригаду Гензи. И если бы не его мужество, они бы тузимы не пережили бы. Герберда Иванович взял на себя ответственность, кормил семенной картошкой трудоармейцев, при этом вырезая глазки из картошки, которые потом были использованы как посевной материал. Но благодаря этому решению многие и многие выжили. После войны Герберд Иванович долгие годы трудился агрономом в подсобном хозяйстве областного управления внутренних дел. По-видимому, правоохранительные органы не хотели с ним расставаться. А затем до пенсии он работал в гор Зеленстрои. Как ни странно, но главное достижение Герберда Ивановича приходится на пенсионный период. Когда его назначили, уже будучи на пенсии, Гензи очень сильно скучал, и он без работы не мог, его взяли заведующим отделом сахоза декоративной культуры, отвечающим за акклиматизацию и размножение новых пород деревьев. Здесь он проработал еще 28 лет, с 1965 по 1993 год. Герберд Иванович Гензи занимался отбором селекции, акклиматизацией редких для сибирского региона растений. Он привозил из Ялты, Сочи и других регионов страны различные семена и колдовал над ними. Особое внимание он обратил на акклиматизацию к условиям Сибири голубой ели. Герберд Иванович скрещивал сибирскую зеленую ель с голубой, тщательно сортировал семена, проводил гербердизацию и искусственно ускорял созревание деревьев, создавая при этом целые морозоустойчивые рощицы. Позже ели из этих делянок были пересажены на улицу Омска и других городов. Почти 90% всех зеленых насаждений Омска из дендросада. Даже жители нынешней столицы Казахстана, Астаны, должны быть благодарны Герберда Ивановича Гензе, потому что большое количество саджанцев, высаженных в этом городе, имеют омские корни. В итоге, благодаря великому труду и исключительно настойчивости Герберда Ивановича, на свет появились в общей сложности около 30 деревьев и кустарников. А за приручение голубой ели Герберд Кензе получил в 1989 году высшую международную награду гендрологов Гран-при. Голубая ель не только признанная королевой среди хвойных, но и большая труженица. Ведь она газо- и пылеустойчива, выделяет специальное вещество, обеззараживающее воздух. Этой красавицей можно полюбоваться сегодня у торгового центра Омский, в Парке Победы, у Законодательного собрания и в других уголках нашего любимого города. Герберд Иванович был разторонне талантливым человеком. Он свободно владел немецким и французским языками. Разговаривал на английском, музицировал на скрипке и фортепиано. Герберд Иванович был членом Омского отделения Русского географического общества. Общество генетики и селекции имени Вавилова. Всесоюзно-природического общества. Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов. Всесоюзное общество охраны природы и так далее, и так далее. В 1993 году Герберт Иванович Гензе после смерти жены и сына переехал на постоянное место жительства к дочери в Германию. Умер Герберт Иванович в 1997 году через 4 дня после своего 93-летия. В ноябре 2013 года по инициативе Омской городской и немецкой национальной культурной автономии в гендропарке был установлен памятный знак Герберда Ивановича Гензе. А 23 июля 2014 года правительство Омской области приняло решение о присвоении областному театрологическому саду имени Герберда Ивановича Гензе. Таким образом, этот человек навсегда вошел в историю нашего города и нашего края.